добрый день я сегодня опять вот вернусь к теме двух генералиссимусов но вот спор там как бы у меня же виде такого доверительного разговора и вот по поводу вот такой заучная заучная у нас как бы полемика с господином мироновым министром печати ельцина которая значит он говорит что надо подчиниться и самый разумный план был бы слить крым дать на турчинову бывшему уголовнику как правообладателю вот и одной из причин он говорит что вот как бы вытекает из его неведомого сплетение его мысли что вот именно шахтеры донецка виноваты в том что как бы станцию мир утопили не не у дни вот не вот эти вот коммунисты типа советской которые все время кпсс отбивали ладоши и все время они спускали одно все что мы не изобретали не делали нашим тяжким трудом русского народа все это не неведомым путем оказывалось в руках соединенных штатах спустя месяц и спустя часы достаточно было какому-то коммунисту по по подарите беда к видеомагнитофон но вы знаете многим сейчас это непонятно и они многие повыкинули эти видеомагнитофоны да как старье но вот тогда это старье поскольку коммунисты ничего советской и вот ее компания алферов и там все эти супер-пупер академики они ничего не могли родить могли производить даже самую простую технику конечно бы люди бы не столь чего неливые как они они бы пришли к сергей павловичу королеву и сказали вот извини сергей павлович мы балбисоиды вот балбисины ты делаешь спутники которые в миллион раз труднее делать чем машина а у нас вот посмотри какая ситуация позорище такое что как бы фашистская испания 62 году никто там не ездил уже на транспорте у всех были лишние машины диктатор все это утряс хотя это не самая так сказать передовая страна вот с которой множество имеет тоже своих проблем но однако а мы его ты чухаемся ничего не можем все спускает вот я рассказывал о том что было изобретение попова который недостаточно хотя финансировалась царской россии но недостаточно не были предприняты меры секретности но коммунисты могли схватиться ну ничего этого не сделали войну не встретили без радиолокационных станций у англии их было 40 а у нее балбисов джугашвили в со ничего не было понимаете вот отсюда несмотря на наше превосходство авиации мы как бы численная по крайней мере мы конечно даже если самолеты плохие но они знают где это небольшая группка немецких самолетов до можно навалиться общей массой так сказать задавить но если ты ничего не знаешь если ты как телок слепой если у тебя даже на земле связи быдло не смогло провести на земле проволоки не могло вот проволоки 24 миллиона тонн нужно производили это на порядок меньше чем у англии но хвастались то как ну проволоки бы понаделали телефонные катушки бы соединили уж это вот нетрудно канаву вырвал зарыл провод все быдло тупое джугашвили вска оставила все войска без связи вот во всем этом с точки зрения господина миронова не виноваты коммунисты а виноваты и вот шахтеры которые надо вот отдать на растерзание вот гомосекам и уголовникам которые засели в ради и которые захватили раду и который является сейчас по его мнению правообладатели я вот не по голословно я потом господину мирону расскажу все кто его правообладатели кому надо конкретно это же не просто так пришел к ваню ваня а ваня скажет мне а я и не требовал тебя крыма не уже в российский лучше ездить вот так вот не то поспокойнее будет зачем ты мне отдаешь крым и все это же надо конкретно вот правообладатель а правообладатель у нас вот лицо государственный господин турчинов например господин вальцман сын воры и коммунистов вот вот эти вот правообладатели но я хотел сказать может быть сегодня ситуация поменялась да я бы сказал ничуть нет она меняется где-то вот наша вооруженная сила я очень рад где-то не приподнялись немножко показали зубы это хорошо это все для всех нам приятнее это спокойно сегодня соединенные штаты если захотят германию изничтожить они изничтожат без совершенно без наказа и ничего им не будет за это и они объяснят найдут тысячу маленьких маленьких причин которые можно раздуть до глобальных размеров почему ну допустим северную корею и германию как какие-то ну допустим государства изгои надо вот уничтожить и как бы сената я думаю ссоры с рокфеллер все это прекраснейшим образом объяснят и докажут почему надо именно так а не иначе но я хотел бы вот перед предыдущей передачи вот рассказать чудовищно какие-то вещи как они продают приборы к нашему наконец-то науке удалось и это произошло в новосибирске какие-то может быть зацепочки получить пониманию пониманию к управлению гравитационным полем я имею ввиду я рассказывала что ноль речь не идет не по прямо гравитационном поле а поле магнитно но многие ученые полагают и я думаю это основательно что это всего лишь какая-то форма или разновидность гравитационного поля или ее проявления вот и смотрите какая какой момент вот ну и вот эти приборы сейчас коммунисты живут у нас коммунисты конкретно правит у нас коммунисты путем обмана я там рассказывал как кышу хермахер у нас стоял с выборами да вот как это вот потусовали колоду и какой результат от этого получился как меньшинство подавляющее избрала у нас коммунисты вот бред какой-то ну тем не менее вот это по факту случилось они никогда не побеждали но потом немножко подделали подстрогали вы бы правила по выборам да я вспоминается такое выражение что ли из библии по моему очень хорошие и будут они писать законы и сами же толковать их вот ну вот примерно так вот или стоят при дорогах грабят а впроком ничего не идет вот это все про прямо написано про наших коммунистов да вот и еще поэт хорошо сказал и сырьевым ренулись оттуда славя нового царя на выявленные юты вот это просто стихи про про хана вот я хочу сказать вот но я хотел бы обратить внимание вот я только там про коллайдер рассказывал какие мы деньги могли бы собрать вот даже те для я на вас стараюсь воздействовать может быть далеки от науки но мы деньги реально те мы изобрели хрусталик федоров святослав антикоммунист изобрел хрусталик коммунисты сбагрили его тут же да это мы мы стали способны незрячих людей делать если пыль мы могли обогатиться на этом засекретить это изобретение по крайней мере затормозить от того чтобы у нас украли по штрафовать страны включить целую толпу юристов защиту наших патентных прав а потом я слышу американцы производят уже миллион силикатный крут очень замечательно очень радость у коммунистов полные штаны как будто это они производят понимаете и вот я думаю что вот те же самые процессы произойдут но я хочу сказать чтоб вы понимали что вы теряете от того что вы не общаетесь от того что у вас нету дискуссий вот но у нас хотя бы существовал конгресс там мы 50 человек соберем беру рались каждый день кипела но не каждый хотя бы раз там две недели укипела мысль что-то двигалась у вас не двигается ничего дорогие мои земляки понимаете вы там пашите очень много работаете вам только сверху из рублевки арбайтен арбайтен и так сказать ну хорошо бичом не христа как при джугашвили в цепи то слава богу вот с этим довольны но я хочу сказать но надо не закрывать глаза неправильно засунуть как страус голову в песок и не видеть я вам хочу еще раскрыть я вот не раскрыл вот этот момент смотрите я здесь и вот слушаю слушаю про эти квантовые компьютеры квантовые компьютеры и вы знаете про искривление пространство лжи науку придумали и ведь одно словословие найдите я вот на вот этот позорный сайт наука и жизнь несколько как вы конкретно конкретно будете делать и этот квантовый компьютер хотя бы схему нарисуйте эти позорники сначала начали чваниться что они очень много чё понимать значит потом то потом но посыпались оскорбления они мне я им отметил так сказать что преподать хамам уроками что мол если свинарники только выполз то вряд ли чё изобретешь том числе квантовый компьютер вот и в конце концов эти позорники просто тупо меня заблокировали и все ну и чуть-чуть такие вот люди ведь научный совет вот допустим был бы у нас центр внедрения наукоемких технологий где мы все могли спокойно обсуждать без чванства без выпячивания коммунистического пуза вперед вот этих всех лжеученых всех этих жоресов там и прочих и прочих вот а вот вот это без этой академии плагиаторских наук которая все вот это погрузила как в болото понимаете вот ну вот это искривление пространство это же глупость это же глупость это глупость этого этого коммуниста эйнштейна только коммунист мог такую глупость придумать ну я не буду сейчас этого как касаться мы об этом поговорим еще и никто не докажет что вот это не глупость я просто это докажу у атомом по разложим этот вопрос по атомам и молекул вы сейчас немножко хочу сказать другом но вот возможно возможно что вот это магнитные линзы и является таким как бы сказать может быть намеком на создание вот такого не квантового но я бы сказал даже гравитационного компьютера вот я учу что имею ввиду вот смотрите ну вот мы видим галактики на 13 миллиардов световых лет чуть больше может быть до 13 миллиардов лет оттуда идет свет как туда вот может быть вы даже не знаю понимаете вот какова чистота возможность да вот 10 планет наших оказались пустым только земля имеет жизнь остальное просто болтология бессовестная вот словословие и и вот под просто ни на чем не основана и я не буду этого сейчас касаться вот конечно чисто теоретически мы можем предполагать что мне это там на венере есть какая-то особая форма жизни но это чисто тереть а практически 0 практически это и ничтожная вероятность такого развития события однако это говорят как вопрос решенный искривление пространства тараканы бегают по венере ну вот просто вот что-то какое-то невероятное сам садо и гамора скоро у нас в науке был на ученых советах у них будут шаманы с бубнами и с этими с кольцом в носу и с луками и стрелами вот все вот это вот скоро у нас будет а я хочу сказать а у нас там у нас там у них болтология а у нас был бы прорыв да мы могли но вот я хотел бы объяснить в чем суть вот я говорю что если мы допустим представьте себе что такую ситуацию что вот жизнь есть на этой планете и вдруг она редкий так сказать вариант это пол это вот это когда говорят что это вот везде на всех планетах это болтология понимаете пока все свидетельствует по крайней многое свидетельствует об обратном что это не частый вариант вот допустим что это может быть даже очень редким вот допустим на вот есть жизнь на планете земля и есть жизнь на планете но например андромеда да ну которая находится на какой-нибудь галактике на 13 миллиардов световых лет ну и как вот мы туда послали сигнал до радио сигнал быть 13 и обратно 13 миллиардов и чё вот какие компьютеры нам помогут да теперь смотрите я рассказывал о том что про гравитацию ученые хоть они вот все рассуждают то все я гравитацию сам делал сам знаю из большого взрыва я сделал да их у какого хрена вы еще смеете со мной спорить то и вот-вот это два мне гипотеза какая-то вот все вот так я сделал вот она из дерева гравита ну вот как бы вот существует два варианта что ну вот энштейн значит вот эту придумал теорию все привязал скорости света на 300 тысяч километров в секунду с какой стати вот так же вот можно было все мировоззрение привязать к скорости звука может быть мы когда и не знали да что существует скорость света какая она что или еще к другой скорости понимаете вот нашли не 3 на которой пресса об этом ну так брякнула и потом заглохла видимо к откуда-то когда ученые фиксировали на 20 тысяч километров больше скорости света вот я уверен не но как сказать можно предполагать вполне что существует скорости гораздо выше скорости света почему хотя бы потому что мы не знаем строения микрормира вот те частицы которые мы видим достаточно большие да вот они никак не могут превысить скорости я коснусь вопрос почему это происходит и буду объяснять этот вопрос не так как вот это вот какие-то каббалические формы написал там и вот и вы молитесь и вот потому что я верховный шаман штейн там и так тому подобное а я немножко сейчас а другую вещи но вот что могло бы перемещаться быстрее скорости света вот вот из такого видимого ощущаем его нами что мы можем потрогать и что мы не можем не знаем это нам достаточно сложно это единственная вещь гравитация гравитация по некоторым предположениям теоретическим гравитация может и должна была бы скорее всего распространяться или быстрее гораздо быстрее скорости света или по крайней мере и или же вот и есть даже такие как основания думать это вполне может быть что она распространяется фактически мгновенно то есть мгновенно то есть она как бы вот возникает одномоментно вот сразу или вот эти скорости превышают или по крайней мере шанс такого есть возможности есть ну и вот представьте что если мы сейчас изменить создали контур ромб магнитном поле до ровные линии сделали там все это же вот ну давайте вот такой сделали да вот и ромб это может быть 0 до 1 это единица вот вот он знак на компьютер двоичная система 1010 теперь посмотрите фактически но у нас система выглядит так вот как поскольку никто не доказал что гравитация распространяется гравитация распространяется с какой-то конечной скоростью будем из предполагать исходить пока из того что она распространяется либо с очень большую скоростью либо мгновенно и вот смотрите как нам передать сигнал вот кто мгновенно а вот посмотрите что дойдет вот скажем один атом у нас здесь переместился это уже гравитационном поле пошли какие-то изменения возмущений и они действуют на какой-то атом в компьютере да вот того как ну вот инопланетянин да который сидит за 13 миллиардов световых лет то есть его атом некоторые то есть гравитация способна передавать по крайней мере мы можем так предположить сигнал превышающий гораздо больше скоростью или практически мгновенно а может и вообще мгновенно вот отсюда и вот вот если мы такие ромбы это да ну ромб похожий на 0 да можем нарисовать в магнитном поле то не исключено что мы можем такой же как бы ромб нарисовать последствий и гравитационным а если вот это бы в гравитационном поле что-то такое сделали да то соответственно вот и информация ну как не информация а взаимодействие с терстой атомной стой как бы сказать не атомной даже а материальной структурой да с полем ли воздействия ли на атомы ли но по крайней мере мы можем вызвать определенные изменения на вот компьютере этого инопланетяне представим что это не наши убогие компьютера а это супер к супер компьютеры до которые способны ну допустим улавливать гравитационные возмущения скажем так него потому потому что волны ли не волны ли достоверно как бы не связано я вот в силу вот этих как бы вот рассуждение еще могу положить такой момент вот говорится то сего вот как эти вот распространяются радио волны света распространяются волнами да вот у нас практические опыты я полагаю нужно вроде какая-то среда для распространения как мы привык чином по крайней мере берем виде океан нас идет волна вот то есть есть какая-то среда вот гравитационное поле по мнению но части физиков и мне кажется это вполне вероятным является таким поле такой средой до дому кто-то ее может назвать эфиром кто-то поле как угодно вот ведь вот заметьте что гравитация распространена повсюду и радио волна распространяется повсюду она не стенки не поставишь не это вот она идет через материю и гравитация идет как бы через материю это нельзя какую-то стенку поставить ну и так же я хотел бы сказать что вот с помощью с помощью вот этих магнитных лиц возможно если шансы реального создать какой-то если мы туда послать сигнал да там за 13 миллиардов да еще неизвестно если там чего а вот в плане как бы нашего интернета в плане нашего так сказать вот создание более тонких так более мощных так сказать процессоров и тому подобное каких-то запоминающихся структур я думаю что вот это изобретение вполне может пригодится но это же ничего не изучается вот это вот фундаментальное практическое открытие да ну вот вот прикладное но оно и может иметь очень толкнуть фундаментальную науку потому что у нас совершенно нету инструментов как бы мы могли препарировать гравитационное поле и что-то с ним сделать вообще и с магнитным то поле мы ничего ну мы могли его тупо наращивать но складываем и магниты и вот они и я хотел еще сказать это вот помните я рассказывал как можно было бы сохранить станцию мир организовать по крайней мере из нее магнитный щит для супер станции до магнитный броневой щит вот и как вот это вот изобретение вот этого магнитного поле на практическая установка вполне могла бы как-то нам и в этом деле пригодится это была бы очень интересная идея это все можно было изучать вот я уже там говорю что может быть даже есть возможность поизучать возможность создания какого-нибудь телескопа магнитного до который был улавливал частицы вот эти как-то их систематизировал не просто там тупо как мусорную корзину а поскольку магнитное поле там имеет геометрическую форму возможно и эти геометрический форму можно придавать определенная как бы так сказать определенное нужное нам свойство определять смотрите чем телескоп отличается от любой другой материи он имеет очень правильные геометрические формы но это материально это атом это очень грубая структура отсюда и множество проблем нарушения там там какая-то мелкий у нас кажется бугорочек под микроскопом видны а это горы атомов которые дают может быть искажение картины галактики за 13 миллиардов там световых лет а про крайней мере с помощью магнитного поля мы могли бы улавливать частицы от самых дальних галактик и которые бы каким-то являлись бы отпечатком как вот инфракрасное излучение было с помощью приборов ночного видения казалось бы такой ну заурядный прибор для военных действий вдруг пригодился в таком интересном научным так сказать эксперименте вот я хочу сказать ну вот к сожалению все опять коммунисты спустили я вот честностей опять таки то надеюсь только на частную собственность вот ну конечно вот наш частный бизнес давится олигархами коммунистами вот но все же может быть я не все как бы потеряно по крайней мере ну конечно сейчас франция взяла у коммунистов конечно она использует конечно там институт частной собственности там есть собственники которые подумают увидят люди какие-нибудь лавузье возьмет это да развернет а мы будем иметь фигу понимаете потому что наши частные собственники крупные это коммунисты понимаете поэтому вот вывод такой что если не объединяться против них не объединяться в области политики экономики каких-то взаимных постоянных консультаций вот станкевич там предложил телемост с Америкой нам бы телемост друг с другом потому что все вот города сидят российские как пауки в банке вот там где-то варится что-то никто ничего не знает чего там как движение вот я вот может вас знакомлю но большинство на россии про какую-то линзу ничего и не слышал я уверен да кто-то там может краем уха слышал и все вот 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 как бы ну вот сегодня в мире единственный какой-то ну такой островочек остается это youtube свободы слова ну конгрессе там бизжат верещат пытаются его задавить вот но пока вот он есть надо как-то побыстрее объединяться кстати говоря вот еще такой элемент слабоумия коммунистов ну а вот если youtube они давят да вот я говорил про наши коммуникационные системы вот сейчас бы то нам и выпрыгнуть россии с ее географическим поставить я говорил что прямо на севере для отопления наших поставить супер процессоры да супер которые требуют охлаждения целых заводы банка данных да провести супер линии да не вот эти доклинки локальные связи но они слава богу там кто-то работает что-то там делает вот но как бы это же можно было через нас бы шла вся база плюс к тому северные города появилась бы ну возможность дополнительного отаплив понимаете вся информационная база все данные хранились бы у нас если бы мы но для этого надо вот там коммунисты визжат google запретить там еще да не запрещать надо наоборот развивать надо было взять в пример вот у тех гениальных людей которые построили youtube ну вот сейчас его калечат ну калечат хорошо калечат а мы создали свой youtube 2 да может даже переманили как бы специалистов там youtube может быть предоставили бы youtube новую площадку я не исключаю может быть создали бы свой какой-то супер мощный контент где бы ничего не запрещалось ну вот коммунисты хотят запретить вот чтобы я только коммунистическую лажу нести или бандеровскую будем вот изучать про то как укры древние чумазые вырыли черное море потом мы его так и назвали черным вот вот это билибердо вот вот только вот это вот вот это вот на информационный навоз извините вот просто не за грубое слово ничего другого не вот сегодня мы не умеем ценить как бы своих достижений вот сказала маргарет тэтчер что русские не умеют да и это абсолютно правильно вот здесь она была не глупая женщина она абсолютно сегодня наша интернет одна и добровольческая армия всех сильней ее боятся сыру ее боятся эссенат сша вот но мы все еще продолжаем как вот это цыгане дружную толпою понимаете не объединяя наше не сопровождая наше мощное информационное поле какой-то вот таким взаимодействием каким-то вот практическим практическим чтобы понимаете нельзя все время сидеть в интернете вот с кем-то там общаться и тысячу лет миллион лет не видеть его тогда ваши прекрасные идеи не вы найдут воплощение не превратятся в материю вот а значит ваши умнейшие мозги сгниют просто в вашей голове от вашего же недомыслия вот как не как не парадоксально вот насколько у нас людей величайших умов так и не реализовалось достаточно сказать что я уже миллион раз приводил что на 50 лет мы русские плюнули на труды Михаила Ломоносова а если бы не плюнули если бы обратили внимание да то если бы всколыхнули общественность если бы пошли но я не думаю чтобы там Екатерина против учения Ломоносова там бы стало стеной просто какая-то поселяется в душах русских какая-то ленность такая вот не то что они вот лентяи а вот в ленность в каком-то духовном плане не то что нет руками там работали строили иностранцам дворцы там эти все это я не спорю это вот что есть и красивые дворцы строили и все прочее вот но как бы кроме этого должно быть еще движение мысли вот кроме какой-то повседневной работе потому что если этого не происходит если ты не делаешь для чего-то глобального хотя бы маленькие шаги у тебя какой-то происходит вот разрушение души внутри вроде все нормально а вроде как-то ты некомфортно себя чувствуешь ты не почувствуешь себя мне вот понравились вот эти вот вот доктор быков то нашу господи артисты замечатель вот интерна наверное вот ну вот как он говорил что нам скучно жить и как западному обществу что-то производить утюги нам еще нужна большая идея а без этого без большой и утюги надо тоже конечно и мы должны утюги лучше выпускать вот но кроме этого нужна какая-то вот такая еще большая зажигательная идея которая бы делала нашу жизнь по-настоящему интересный и удивительный всего доброго всего доброго